Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Симон Субтитры подогнали Симон 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 Последняя на сегодня транскрипция Сергея Лешкевича «Скорик. Мелодия». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СТОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю. Ну, потому что понятно было тем, кто же этим стоял, в принципе, что... Прочтите, тут интересный момент, вы расскажите, что за женщина. Да, я сейчас расскажу, я сейчас расскажу. Это, значит, у Макарова там была студия, которая в его доме, для музыкальных занятий он купил там стены, хороший, не самый большой, но не маленький, не кабинетный, большой, в общем, довольно инструмент. И он там работал, вот, схватил со своими учениками и с некоторыми учениками наиболее продвинутыми австралийскими. И в том числе, вот, один из этих учеников, которые были, он присутствовал при занятиях с Макаровым, и он там же оставался там. Вот, мальчик был из Перта, это Перт, это западное побережье Австралии, а Макаров жил в Сиднее, это восточное побережье Австралии. Это очень, очень неблизко это все. Вот, и он приехал в Сиднее, снял где-то квартиру, все. То есть он конкретно своими глазами свидетель был вообще того, как происходило все. У него там были свои терки и с Макаровым, вот, за роялем, и с женой тоже, понимаете, с ребятами, это все. И в этом всем он пишет. Вот, но только дело вот в чем. Дело в том, что когда началась эта вся бодяга, это в конце января или в начале февраля 2004 года, то, понимаете, вот люди, которые, в общем-то, вот эти родители первого обвинителя, и тот человек, который за этим, конечно, бесспорно стоял, они это позвонили маме и пригласили ее присоединиться. Одного из вот этих? Да, да, вот того, который был, да. Ну, мама вообще-то офонарела, конечно, от всего этого, и она пошла, естественно, спрашивать. У сына. Да, у сына. Причем ей звонили трижды. Сначала там ей звонила секретарша вот того человека, который, в общем-то... Ну, собственно, отзывается. Да, секретарша, да, который, я, как я предполагаю, вот. Потом сам этот человек позвонил, а потом еще мама. Другого обвинителя. Первого, первого, самого мамы, да, вот этого, которая звонила, когда у них было чайпитие, все такое прочее. Вот он, когда она рыдала, там, все такое прочее. То есть он рыдал, я не знаю, кто там рыдал. Короче, вот. Так что мама пошла спрашивать, и он, парень, который уже ушел к тому времени от Макарова, потому что он вообще, по-моему, перестал, я не помню точно. Он перестал. Да, 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 ну, в общем, не важно, да. Вот, они, вот, она пишет. Мы, конечно, говорили с Александром, это их сын, очень осторожно, и по том, что были совершенно уверены, что профессор, то есть Макаров, хотя и склонен к гневным всплескам, ну, зная его, это очень легко себе прочитать, если кто-то его видел вообще, ну, вот. Ну, да, ну, так, мягко скажем, эмоциональный, да. Вот, но который никогда ничего не делал сексуального характера вообще. И когда она сказала Александру, что эти обвинения были выдвинуты против Макарова, наш сын сразу сказал, вот это я не придумал, это у меня есть копия оригинала, все это вот. Вот я перевел просто на русский язык, учитывая аудиторию, вот. И он, мальчик, отвечает маме на такой вопрос, я не верю, что эти мальчики, то есть вот эти, которые его обвиняют, тройка, они говорят правду, это просто большая ложь вот это вот все. Мама пишет, я помню, потому что Макаров, Александр сказал, что он знал, как злятся эти мальчики, которые наши, да, что профессор Макарова дает свое время кому угодно, ну, кроме них, вот, только им надо было отдавать, вот. И вот, очень были ревнивы непосредственно к этому Александру, который, по словам Макарова, мог добиться, смог добиться большого успеха в пианизме. Вот, до сих пор мой сын Александр говорит, что Макаров был лучшим учителем, который у него когда было, был. И хотя бы он предпочел бы, чтобы профессор был немножко добрее и мягче с ним, но он никогда и не испытывал ничего такого, что можно было вообще представить, как домогательство. И я рада, что могу честно сказать, что я могла ответить, что у нас никогда не было случаев обвинять профессора Макарова в том, в чем его обвиняют. И вся наша семья уважала его, несмотря на его взрывную личность, и никогда не желала бы причинить вред ему или его семье. Вот это свидетельство было уже после того, как Макаров сел. Эта женщина не была сначала на этих судах, понимаете? Ее разыскали, в общем, друзья и близкие Макарова после того. Она приехала на апелляционные суды 2007-2008 года, чтобы вот это дать на апелляционные. Ее не дали слова. Ее не дали слова, просто сказали, что все, надо было раньше шевелиться, это недостаток ваших адвокатов. Ну, тролливали и все такое. Хотя это тоже, понимаете, не факт, что дальше это не пойдет, потому что, понимаете, какая штука, это у нас унитарное государство, да? А у них федеративное. И вот там есть законы штата, которые как бы типа, да, штаты. Ну, а это потом все может быть отменено высшим судом Австралии. Давайте будем на это надеяться. Давайте, Юля. Вот так что Юля. Юля там может и надеяться, да? Ну, собственно, давайте на этой позитивной ноте. Может, у вас есть какое-то последнее слово? Ну, какое последнее? Я не знаю, какое последнее, но я могу только повторить Льва Толстого, что если к вам кто-то стал относиться плохо, значит, слишком много хорошего было сделано для этого человека. А Виктор Львович, я могу поздравлять, тримайся, Виктор Львович. Вот и все. Я бы хотел поблагодарить администрацию этого прекрасного зала и Гитю Рыкало как художественного руководителя камина, этого милого камина, где мы все находимся. Большое всем спасибо. Спасибо всем, кто пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ